У нас сегодня будет нереально интересный эфир. Я, на самом деле, очень рада, что Рим нашла время. Так, Римма, подключайся. Ты сейчас можешь уже включить звук. Я пока в Инстаграм закину информацию, что мы начали. Римма, ты знаешь, я сегодня, когда думала про наш с тобой эфир, я вспомнила, думаю, блин, я вот реально с Риммой знакома с того момента. Я помню, когда ты ко мне пришла в 2021 году на марафон, пишу картину с Сашей, у тебя было работ, по-моему, 5 или 7, то есть ты тот самый художник, у которого 5-7 работ, огромные желания внутри, и потом мы с тобой проводили эфир. Ты рассказывала про 100 картин, потом у нас был эфир, ты рассказывала про картину за 100 тысяч, и вот сейчас я пришла на эфир и хочу рассказать, как ты участвовала на ArtRussia, что для любого художника в России это такое, знаешь, такое знаковое участие, ну, типа это такая жирная галочка. Вот, и на самом деле это очень круто, потому что ты постепенно, постепенно, но как бы идешь к цели. Я даже подумала, ну, в принципе, неудивительно будет, если когда-нибудь мы проведем эфир, Рима будет рассказывать, как она продавала свои картины на Кристис. Будем надеяться, посмотрим, как это пойдет дальше, но надеюсь, что все-таки через какой-нибудь аукцион я все-таки выйду. Мне вообще интересная вот эта тема с аукционами, хочется попробовать. Вот, ну, это, наверное, в дальнейшем еще тоже буду рассматривать вариант, потому что, ну, для развития это тоже нужно. Ну, любая активность нужна для художника, абсолютно любая, потому что как бы в жизни художника ты точно не знаешь, откуда выстрелят. Ну, то есть там как бы нет каких-то четких определенных критериев, нету четкого определенного, типа, я это сделал, получил вот это. Ты делаешь это, это и это, и оно как бы потом вот так вот раскручивается, как бы, как колесо. Да, и как раз вот участие в ArtRush, это как раз вот один из показателей того, как какое-то действие приводит к чему-то другому, и к чему-то большему, потому что начать рассказ о том, как я попала на ArtRush, нужно еще год назад. Давай начни, скажи. Конец июня, наверное, начало июля, когда у Тавриды был опен колл для художников, связанных с Донбассом, они отбирали какие-то, ну, в целом у них опен колл был на любые работы, они еще только составляли, собирали проект, и так как я там родилась и довольно долго прожила, треть, можно сказать, треть своей жизни я там прожила, поэтому я отправила тоже заявку с работами, одну работу они у меня выбрали, одну картину. Они мне об этом уже там написали, я думаю, проект планировался с привлечением Амельченко, и где-то на осень они говорили, что осенью будет экспозиция в Москве, ну, еще без чего-то конкретного. Ну, я, знаешь, не тороплюсь, думаю, ну, до осени еще, ладно, они мне тут сказали, ну, потом время какое-то прошло, я заказала подрамник, думаю, заранее лучше подготовлю, пускай она у меня уже стоит. Подрамник еще как-то получился, что он через склад клиент, ну, как на Вайлдберс, со склада. Ну, да, да. К нам плюс это долго едет, в общем, через неделю ко мне приедет, и вот в одно утро мне так звонят, говорят, у нас машина завтра уезжает в Крым на фестиваль Тавриды, она не сможет к вам заехать, забрать картину, привозите ее сегодня или завтра до 12 к нам в офис. И я такая, а я стою и мою аквариум. У меня тут аквариум без воды стоит, и я такая вот так вот с мокрыми руками. Говорит, ну, вы привезете? А у меня картина лежит, не натянутая. Я думаю, ну, привезу, конечно. И вот я беру эту картину. Кто у меня подписан на Инстаграм, еще он, может быть, помнит эту историю. Я еду в Москву с картиной, с рюкзаком, там у меня молотки, степлеры. Я покупаю подрамник на винзаводе, и в ангаре винзавода я натягиваю, сижу картину. И везу ее там уже в центр Москвы, и им отдаю, вручаю. Вот. И вот эта вот картина, она была на фестивале Таврииды. Потом эту экспозицию показывали в Луганске, в Мариуполе, в декабре в Манеже в Москве она была. Сейчас вся эта экспозиция еще по России. Ездит. Они еще думают насчет того, чтобы после того, как они ее провезут, они хотят аукцион с этими работами. Вот. Вот так вот я начала сотрудничество с Тавридой. И Таврида меня периодически приглашает вот на какие-то вот тоже на радио. Я в декабре тоже выступала в прямом эфире. Вот буквально позавчера у меня выбрали еще 10 картин. Они сегодня я их отвозила, забрали тоже в Крым под реализацию. Вот. Это тоже Таврида? То есть как бы активность Тавриды? Да, это все из Тавриды. И так как Таврида, они партнеры ArtRush, у них были бесплатные места. Люди приезжали в августе на фестиваль, показывая на портфолио-ревью для кураторов ArtRush, и показывали свои портфолио, и были отобраны участники, которые бесплатно от Тавриды были представлены на ArtRush. И так получилось, что одна художница в сентябре, она уехала из России, и она отказалась приезжать на ArtRush. Таким образом, у Таврида освободился стенд. Они взяли наш проект художников Донбасса, мы написали нам, ну там у нас отдельный чат, написали, кто смог, отправил свои портфолио. На рассмотрение, да? Да, на рассмотрение. И кураторы ArtRush просматривали эти портфолио, но очень много у других художников были академические работы, а нужно было именно современное искусство. Они исходили с того, что нужно современное искусство и работы, естественно, в наличии, которые можно привезти на ярмарку. Вот, и таким образом у меня они отобрали пять работ. Еще была девочка, которая не приезжала, она рядом, ну на моем стенде, с крайней, с красной стены, у нее там приезжали. И с обратной стороны еще девочка с Луганска приезжала, у нее тоже графика была, восемь, по-моему, работ у нее было. Вот, и вот таким вот образом это вот такая вот цепь событий, которая привела к тому, что я попала на ArtRush. Вот, и получается, за счет этого мне было участие бесплатное, картины у меня забрали, приехали. Монтаж бесплатный был, то есть это все сотрудники Тавриды организовывали, они все это делали. Дизайн стенда они продумывали, развеску всю. И, соответственно, все мне обеспечивали, вот это вот, то есть я в свое, можно сказать, ничего не вкладывала, только свое время присутствия и, ну, дорога туда-обратно, и потом я в конце, в последний день, я забрала картины сама сразу, чтобы не ехать к ним на склад. Так бы они бы забрали это все на склад, можно было потом со склада у них забрать. Но мне, чтобы несколько раз не кататься, я просто в конце вечера, в последний день, там, так очень интересно получается, то есть до 10 часов, и в 10 часов даже, кто-то даже раньше начинает уже демонтаж в последний день, в трясении, сразу все все выводят. Ну, это, в принципе, и понятно, что не тянуть. Ну, да. Вот, и такие вот технические моменты, конечно, нюансы, как, например, в 10 вечера это все быстро начинается все демонтировать, складывается, все вывозится, там прям пробка, потому что куча грузовиков стоят, все грузятся, все это. Ну, центр Москвы еще к тому же. Да, если, например, монтаж растягивается на несколько дней, то есть можно, допустим, завести картины в один день, а потом, ну, разгрузить и монтаж устроить, например, в какой-то другой день. Но мы приезжали на монтаж в среду, во вторник, по-моему, картины приводили, в среду было очень мало стендов оформленных, в основном все монтировались со среды на четверг в ночь, большая часть стендов, вот, и получается, открытие было в четверг, мы приезжали наверное, к двум или к трем, в это время начинала ходить пресса, смотрели стенды, снимали, интервью брали, открытие было часов в семь, это семь часов приходили, получается, по приглашениям, закрытые так, да, да, вот я как раз таки там была по твоему приглашению, то есть ты мне давала пригласительный, да, и у нас было тоже ограниченное количество пригласительных на этот день, потому что, ну, то есть это регулируется, потому что на другие дни можно было больше там пригласительных выдать, но именно на открытие было ограничение, и там вот прям такая тусовка была, я, наверное, в начале одиннадцатого, полодиннадцатого, что ли, уехала оттуда, но там народ еще ходил, но они уже ходили, наверное, не столько, чтобы посмотреть, а такая, не знаю, как это назвать, но вот это именно в тот момент именно те, кто тусовались, те, кто проводил такой вечер, там можно было и полночи, и всю ночь, наверное, сидеть, ну, да, ну, естественно, я уже тоже силы нужны на каждый день, поэтому, ну, как бы, возможности сидеть и там тусоваться тоже не было, вот, ну, там народ именно с шампанским ходил, то есть общался, ну, наверное, может, даже общались больше именно вот галереи какие-то, крупные коллекционеры, которые там были, вот он... там блогеров достаточно много было в этот вечер, я видела. Да, и блогеры тоже, то есть они вот ходили вот это вот, ну, как бы, изначально они ходили, больше общались, а потом уже, вот, которое время после десяти, как бы, там уже вот такая, такие между собойчики, можно сказать, были, которые вот уже там кучками как бы они собирались там, вот, поэтому там такой, как в один день, не помню, в пятницу или в субботу, организаторы вечер для художников, для участников организовывал, там был торт, закуски, тоже напитки, вот, тоже можно было подольше там посидеть, пообщаться. Рим, ну, а давай вот, как бы, какие ты выводы сделала, то есть вот по выставке, то есть, когда я у тебя спрашивала, ты говорила, что ты очень хорошо разобралась в своей целевой аудитории, то есть вот, как она у тебя изменила, что ты раньше думала и что ты сейчас думаешь по тем покупателям, то есть, кто покупает? Вот изначально мысли складываются о том, что, ну, кто целевая аудитория, кто любит картины, кто любит искусство, там покупают коллекционеры, ну, то есть такая общая картина, любителей, любителей искусства, можно так сказать, но я заметила свою особенность именно исходя из сюжета картин, в том, что мои картины нравились именно тем, кто связан с психологией, кто увлекается медитациями, саморазвитием, то есть те смыслы, которые как раз в моих картинах я докладываю, вот именно это людям и нравится, они именно подходили и говорили, что ой, вот эта вот картина, это вот медитацию, когда входишь, и вот прямо это вот так выглядит, говорит, откуда вы знаете, как я это вижу, это вот прямо то же самое, то есть и вот когда начинаешь общаться со своей аудиторией непосредственно вот именно с этими людьми, которые пусть они сейчас не купили картину, но это как раз они и есть потенциальные покупатели, которые мои работы понравились и которые придут за ней, ну, либо за такими же, либо за подобными работами в дальнейшем. Ну, ты знаешь, что мне их нужно искать в тех местах, где занимаются медитациями, психологами, там, развитиями. Да, то есть какие-то клубы, которые там, я не знаю, да, то есть как бы и более того, всегда частый вопрос, а какие теги мне ставить там, не знаю, под постом, еще чем-то, да, то есть когда была возможность настройки рекламы, выбрать интересы людей, это как раз-таки про это, то есть нужно понимать, вот как ты правильно говоришь, то есть вот этот портрет, то есть ты это можешь узнать только, либо когда тебе человек сам расскажет, знаете, чем он увлекается, то есть это не может быть просто как-то арт-любитель, вот, то есть обязательно спрашивайте, то есть какие у них хобби, увлечения у тех, кто интересуется вашим артом. Вот это вот именно, да, именно когда ты вот уже столкнешься непосредственно, то есть изначально это какие-то догадки, мысли, а вот на самом деле все может быть даже гораздо проще, как бы то, что ты рисуешь, вот людям это и должно быть интересно, вот это, ну, это, ну, наверное, нужно самому дойти, пока ты сам не дойдешь, наверное, до этого, это будет так же, как и на всех курсах звучать, изучите свою аудиторию, там, посмотрите, там, ну, как бы, можно кучу смотреть, пересматривать просто горы профилей, ну, пока ты вот напрямую не столкнешься, наверное, как озарение вот такое, знаешь, приходит, не поймешь сам просто, вот. Ну, это только по твоим покупателям реальным, то есть ты можешь это понять только по твоим, то есть у тебя либо купили, либо вот ты понимаешь, что он может, в принципе, купить, да, но может не сейчас, а как бы чуть позже, и как бы это тоже не один, два, три, да, то есть это какая-то все равно определенная катуха в день, то есть у тебя этот образ складывается. Да, еще там много людей, ну, этих, дизайнеров, тоже очень много дизайнеров, да, ну, то есть из тех, кто непосредственно мне, ну, с которыми я общалась, кто непосредственно сказал, что он именно дизайнер, я человек 7, наверное, насчитала, то есть это, ну, как бы, но не все же говорят, что они там дизайнер, не дизайнер, там, чем занимаются, ну, просто подходят вообще общаться, и дизайнеры тоже уже смотрят на картины, то есть когда они, конечно, говорят, что дизайнер, ты уже можешь конкретный, и конкретный профиль под них, рассказ про свои работы, строить, потому что, когда ты с обычными людьми разговариваешь, ты рассказываешь про свои картины, про то, как ты их пишешь, про смыслы, но когда они еще говорят, что они дизайнеры, можно уже сразу перестроиться и сказать, что у меня есть разных размеров, я там столько времени прессую, могу на заказ это сделать, могу что-то подобное там, или подобрать цвета, то есть уже профильно им конкретно информацию вот такую вот накидываешь, чтобы они ориентировались, ну, как бы, опять же, работа с целевой аудиторией, ну, да, то есть ты как бы продаешь, им интересно, да, поэтому, тут такие нюансы, еще некоторые интересные коллаборации могут там происходить, потому что, ну, подходят, вот, какие-то идеи рассказывают, как бы, что-то там можно совместно устроить, то есть есть некоторые такие предложения, которые, ну, возможно, на будущее, они, если пойдут дальше, то будет работать, вот, конкретно у меня, например, галерейсты, ну, по крайней мере, они не говорили, что они там, предложения о сотрудничестве от галереи, но соседней девочке, тоже от Тавриды, у нее было несколько предложений о сотрудничестве с галереями, у меня, может быть, еще, у меня было написано, что художники из Донбасса, может быть, какой-то, ну, вопросы какие-то возникали, думаю, могли думать, что я где-то далеко здесь нахожусь, как бы я, когда с кем-то общалась, именно непосредственно, я говорила, что я здесь нахожусь, я в Московской области, тем дизайнером, как бы, я на этом акцент делала, чтобы они ориентировались, что я не с Донбасса буду картины привозить, им отправлять, вот, потому что, ну, в любом случае, такие нюансы могут, могут быть, ну, вот, поэтому, это нужно тоже учитывать, еще соседка по, по размещению, она уже третий год участвует, вот, она рассказывает, что как раз здесь находит дизайнеров, и у нее идут продажи активно через дизайнеров, она с дизайнерами, сотрудничает, но у нее тоже было две картины, купили за этот период, в целом, по продажам, можно сказать, что те, кто ориентируется, именно, приехать на Артрашу, и конкретно заработать денег, с продажи, это, наверное, могут быть, либо только какие-то очень крупные галереи, которые с именем, и выставляют каких-то очень дорогих художников, это да. Ну, ты знаешь, это когда люди уже знают, у них покупали, то есть, они типа, знаешь, типа, который год пришли, и такие, ну, покажите нам, что у вас есть в этом году, давайте мы что-нибудь купим, и в этом году тоже, ну, то есть, я думаю, это вот такая вот категория. Ну, это да, просто именно, как бы, к галереям идут какие-то крупные коллекционеры, которые, может быть, именно рассчитывают потратить огромные суммы, можно так сказать, потому что, например, других, мне кажется, больше, это больше история про, какой, как, про престиж, про связи, про общение, и вот эти вот какие-то коллаборации, которые могут возникнуть в этот период, и знакомство тоже. Потому что основная задача по продажам, именно на эти дни, я так больше поняла, что выйти в ноль, по разводам. А купить стенд. А купить стенд, да, а уже вот эти вот, сотрудничество, вот эти коллаборации, они уже в дальнейшем дадут тебе плюс. То есть, это работа на будущее. Это не так, что ты пришел, тут у тебя там 10 картин, грубо говоря, и ты вот 8 продал, и ты в плюсе остался. Я сейчас куплю, это тоже хорошо, конечно. Ну, как бы это тоже, в принципе, возможно. Но тут нужно учитывать, что должны быть соответствующие цены для уровня мероприятия. Да. Но я бы тоже общалась еще с одной художницей, она тоже участвовала на Арт Раша, она оплачивала стенд, и она как раз таки сказала, что у нее очень хорошо продавались, она участвовала первый раз, продавались малоформатные графика, и вот как раз таки за счет этих, как я их называю, трипвайеров, она этот стенд и окупила. То есть, она именно так и тоже сказала, как и ты, что как бы цель выставки, ты потратился, но ты как бы за счет небольших каких-то продаж окупаешь этот стенд. То есть, это самая важная как бы задача, так скажем, основная по продажам. А уже если будет больше, то типа будет круче. Вот. То есть, такой момент есть. А что вообще по стоимости стенда? Потому что вот у меня информация, то есть, чем раньше ты начинаешь, то есть, ты как бы заявку подаешь, оплачиваешь, тем дешевле. Ну, то есть, как бы организаторы, они тоже как бы ориентируются на тот момент, потому что вот я знаю, там одна художница была, причем у нее хорошее место было, одна стена, и они, по-моему, за нее платили тысяч 70, ну, то есть, это типа очень дешево для этого мероприятия. Кто-то говорил, что там типа целый стенд, там три стены, там 300-400 тысяч, они оплачивали. Ну, то есть, вот какая у тебя есть информация? Там по-разному. В этом году у них были вот бюджетные как раз стенды, которые 70, 80, 90 тысяч стоили. Плюс у них есть возможность, например, взять стенд, грубо говоря, за 200 тысяч, но его можно разделить. и большие, на несколько. Можно было взять напополам с кем-то. То есть, соответственно, стоимость 100 тысяч, уже... Не 200. Не 200, да. Вот. И, соответственно, тут, ну, меньше расходов тут можно, если с соседом, так сказать, скооперироваться, тут можно сократить и общие расходы какие-то, помимо самого стенда, потому что, помимо оплаты стенда, еще очень много других расходов, которые кажутся неявными, но они берут бюджет довольно-таки неслабый. Ну, а какие? Скажи, какие? Вот я даже почему-то как-то и не думала, что там какие-то еще могут быть. Ну, типа логистика? Логистика, да. Доставка сюда и обратно. Потом оформление стенда. Изначально нужно присылать модель стенда, я не помню, в каком формате, но вот девочка общалась, она говорит, знакомая в прошлом году участвовала, она платила за то, чтобы ей сделали вот это вот оформление, оформление, да, которое они предоставляют кураторам, там, кстати, очень такой нюанс, там все согласовывается с кураторами. Вот оформление стенда, картины, которые предоставляются на продажу, куда они вешаются, какие, ну, то есть все картины, весь мерч, все абсолютно, даже до открыток, все это через куратор, через согласование, да, если они разрешили это, допустили, именно, то есть не просто там, например, открытки, а вот у меня 10 видов открыток, все 10, будь здорово, то есть все 10 они должны согласовать, если они сказали, вот из 10, вот только вот эти вот 8, значит, только 8. Ну их можно понять, они просто тоже как бы должны держать марку, бренд, чтобы, знаешь, это не стало каким-то рынком, им надо поддерживать, типа это ярлока, и они скорее всего стремятся быть как Космосков, да, типа вот как бы престижный, круг. Следят за уровнем, чтобы уровень был, поэтому все это склассовывается, вот, и, то есть сначала стенд оформляется, можно дело оставить просто белые стены, можно, как у меня стенд был оформлен, заказывали баннер, на стены был, на стены был натянут баннер, вот, соответственно, вешаются картины, подпись, подпись, например, у меня бы была подпись художники Донбасса, но если это мой личный стенд, например, я пишу имя художника, в каждой картине табличка, это все, сейчас покажу. Я поняла, то есть это как бы оформление уже. Да, это оформление, то есть, если ты сам это оформляешь, ты заказываешь, либо, вот, у меня вот такие вот карточки на картоне, вот, под каждую картину, либо попроще вариант, это наклейки. В любом случае, какую-то наклейку или под надпись нужно монтировать с именем художника на стенд, чтобы сразу бросалось в глаза. Плюс, если, например, напечатать табличку артист стейтмент какой-нибудь, или там про художника что-то, то есть, это все денег стоит. Монтаж. Монтаж сам, ты будешь это все монтировать, или есть муж рукодельный, или друзьями, товарищами, сколько ли у которого есть инструменты, которые помогут повесить картины ровно. Да, то есть, получается, что они тебе дают стены, ты им предоставляешь информацию, сколько это будет, и к открытию это ты должен, типа, сам все организовать, сделать, то есть, с их стороны, никаких монтажников нет. Нет. Все окей. С их стороны нет. С их стороны только можно по свету еще уточнение, там, спросить, может быть, больше света, там, ну, какие вот моменты. Вот. Но ты сам оформляешь стенд, стол, стул, хорошо бы какую-нибудь маленькую тумбочку, чтобы, например, какая-то мелочевка, те же договоры, сертификаты, по мелочи какой-то перекус, можно было убрать в тумбочку. У меня был, например, рюкзак, там есть, как раз рядом были камеры хранения с ключами. То есть, ты это, можно оставить вещи на ночь, какие-то не хочешь забирать под ключ. Вот. у меня там был рюкзак. Ну, естественно, если мне что-то нужно было, чтобы на стенде рюкзак не валялся, я его оставляла там. Ну, в какой-то момент, если нужно туда пойти, то, соответственно, ты идешь, берешь, идешь, когда тебе надо. Если у тебя есть тумбочка, ты это можешь запихнуть в тумбочку. Вообще идеально, конечно, чтобы было шампанское и разливать шампанское. Это уж прям слишком много желающих будет. Да, потому что, потому что мы с Дашей ходили и смотрели, так, на каком стенде разливают шампанское. Это, кстати, это на открытии разливали шампанское еще в первый день. Ну, не буду перескакивать, ладно, дальше. Вот. Маленький какой-то журнальный столик желательно, если особенно есть мерч, то, естественно, нужны какие-то подставки под мерч, либо, например, были такие вот треноги, где вот лежали оформленные бумаги в паспорту, вот так вот можно делать. да, да. Либо на столе принты какие-то, шоперы, еще что-то. Вот. И стул, те, кто не первый год участвует, я смотрю, у них есть диванчики, такие безмертные, кожаные, и на самом деле это очень удобно, присесть и посидеть, отдохнуть, а не на жестком стуле, чтобы было какое-то кресло такое помягче, по расслабленнее, потому что понятно, что в основном на ногах, потому что хочешь по стенду, с людьми общаешься, в основном все на ногах, но в моменты, когда небольшой поток схлынул, ну, чтобы посидеть, хотя бы поприятнее, конечно, в кресле. Естественно, где брать стул, стол, тумбочку, это уже другой вопрос, можно брать в аренду, можно брать из дома, если есть что из дома вытащить, ну, соответственно, это тоже деньги. Ну, либо ты говоришь о покупателе с каким-то магазином, там, не знаю, мебели, дизайном, какую-то рекламу. Вот, ну, как бы, это тоже нужно учитывать. И еще нюанс, который стоит учитывать, это второй человек на стенде, либо продавец, либо родственник, либо какой-то приглашенный человек, который все время с тобой будет здесь, потому что мы были вот с девочкой из Луганска на одном стенде, у нее с другой стороны были, ну, если нужно было отлучиться, мы хотя бы были вдвоем, ну, можно было глянуть друг к другу. Вот, если другие, вот, одна девочка рядом была на стенде, она с соседней художницей договаривалась, если она куда-то отходила, отходить почему не придется, ну, не так, вот, вот, и ладно, если картины, допустим, на стенах висят, у нее был еще мерч, у нее были шоферы и открытки, и принты, по-моему, чуть-чуть. Ну, то есть, ты думаешь, вероятность, что могли украсть, то есть, из-за этого? Ничего не исключено, как бы, ну, понятно, даже хоть на выходе сумки проверяют и спрашивают разрешительную бумажку, которая на выношу. А как вообще происходила продажа? То есть, если человек хочет купить, он может тут же снять картину и взять ее под мышку и уйти? То есть, это так происходило? Вот сейчас, кстати, давай. И то, что я отметила, еще сейчас расскажу. Ну, вот про открытки. Она говорила, что у нее были открытки и очень много народу, кто хотел взять открытки. Очень многие думали, что они бесплатные. Когда она говорит, когда я говорю, 200 рублей, минимум половина, а то и больше сразу оттягиваю. Да, передумывали, да. Это есть такая фишка, то есть, все ходят и хотят что-то взять и в руки подержать, и вот им надо что-то. Причем, да, я тоже вот на одной выставке, у меня все визитки, помню, разобрали. И я просто понимала, что, ребят, ну, вы их сейчас возьмете, поддержите 5 минут и выкинете где-нибудь, да, то есть, и как бы ты понимаешь, что это не твой там целевой клиент, да, а если это открытки, то это как бы, да, и что-то еще. Да, с визитками это, да, такая тема, как бы, я делала электронную визитку через приложение My QR-код, то есть, сонирует QR-код и там сразу высвечивает моя фотография, телефон, почта, соцсети, сайты, и одну кнопку нажимает человек, сохранит контакты сразу, и у него вся эта информация вместе с моими контактами сохраняется. Как у нас было, они сразу, они переходили в Инстаграм, там подписывались, сохраняли, как бы, вот, тоже такой нюанс. Те, кто покупают открытки именно за деньги, они уже более настроены именно на, на то, чтобы использовать, то, конечно, бесплатно все бумажки вот эти убрать, это кто пойдет в помойку, как всегда, это бывает у всех, у меня, в том числе, летом, когда берешь что-то, ну, посмотрел, думаешь, ну, она, ну, и это не секрет, поэтому даже видеть, не было. онлайн-карт, и мне всех устраивал такой вариант. Вот. Дальше по поводу продаж. Возможно было, да, снять сразу работу и забрать с собой. Вот. Ну, остается пустое место, правда, на стене, если есть чем завесить, можно сразу что-то повесить. Ну, заменить картиной. Да, очень много центов я смотрела, где были продажи, там есть такие красные кружочки, которые означают продажу, которые лепятся возле картины. Даже маленькие работы, которые можно было в сумки унести, висели просто с красными ценничками с этими. То есть, потом, скорее всего, художник либо сам отправлял клиенту, вот, даже маленькие вот эти вот работы. Но, я так думаю, что это сделано для того, чтобы не портить внешний вид стенда. Потому что, если здесь снимут, тут снимут, у меня, например, ограниченное количество маленьких работ, они здесь, например, что-то, красоту какую-то создают, и может представиться для других людей, для других людей, своих клиентов, как это может выглядеть. И, если сейчас это снять, то завесить чем-то другим в Корее с Городом не всегда есть возможность. Хотя так и... Но я знаю, насколько художники, которые часто бывают на таких выставках, то есть, вот один раз поучаствовав, ты уже как бы понимаешь всю кухню, а те, кто участвует как за второй, третий раз, они сразу приезжают в несколько картин, они уже понимают, что может быть продано, то есть, они сразу как бы завешивают, и потому что ты там сразу понимаешь, что если кто-то человек заинтересовался, либо ты ему говоришь, вот сейчас забираешь и ты скидку даю, потому что потом, если он даже скажет, я куплю, 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 он может как бы, ну, эмоции уходят, потому что это эмоциональная покупка, то есть, его надо сразу закрывать в продажу, то есть, либо отдавать, либо предоплату брать, да, лучше всего, невозвратную, либо вообще там хотя бы 50%, вот, чтобы сделать стояло. Склад есть, специальное помещение, куда, ну, можно и картины запасные отнести, положить, если, например, ну, как про запас, например, на стенде, есть что-то, а эти именно, которые на стену, например, повесят, потому что, если какие-то, которые небольшие работы, ну, их можно сразу все выложить, например, а запасные можно, например, на складе, который именно для стен, но, я думаю, что у всех прям были вот такие вот запасы, потому что очень много где были вот красные кружочки, и даже рядом была с акварелями, у нее на холстах, были, у нее очень много было красных кружочков, здесь, кстати, как раз про представленность художника с его другими родами деятельности, можно сказать, потому что она рисует давно, у нее свой пул клиентов уже есть, у нее школы акварели, у нее магазины, онлайн-магазины, товаров для акварелистов, там специальные, вот, и у нее все время была толпа, все время, ну, и как бы неудивительно, что у нее там из того, что было развешено, практически все было в красных кружочках, все это, ну, уносили, выносили, ну, кстати, не все сразу уносили, то есть, первые дни, в первый день я видела одну, да, центральную, круглую, там, была такая большая, ее вечером в первый день забрали, вот, ну, через день она привезла еще какую-то большую и повесила, ну, видимо, через день, потому что, наверное, пока прошло согласование, чтобы там что-то повесить, и еще, кстати, один момент, вот, тоже у соседской девочки был, в ход Тавриды, у нее была продажа картины, тоже такая небольшая, и у нее, ее сняли со стены, забрали, повесили другую картину, ну, сначала у нее был, у нее было два варианта, такую или такую, ну, вроде, отправили на согласование кураторам, но повесили, ну, чтобы пустое место не было, не было уже, как бы повесили, к ней подошли и сказали, почему бы согласование здесь висит, убирайте, ну, и согласовали ей другую работу повесить на эту тему, вот, поэтому там, как бы, такие нюансы очень, вроде, могут быть, поэтому я думаю, что, ну, может быть, даже, чтобы не тратить время и не заморачиваться с тем, чтобы пересогласовывать что-то, картины остаются до конца ярмарки, просто отправляются, вот такой вот нюанс, который неочевидно может быть. Ну, да, нет, почему, это тоже, как бы, интересно знать, как бы, потому что, если ты этого не знаешь, значит, ты это будешь проходить, как опыт. Да, ну, да, тоже такой нюанс. Вот, так, что я еще хочу сказать? Ну, а расскажи, вот, другие художники, то есть, кто-то покупал стенды, да, то есть, насколько сложно, потому что, вот, у нас в канале, как бы, такой основной вопрос, а как сложно, туда, как бы, чтобы стенды получить, да, то есть, нужно ли, насколько серьезный отбор, то есть, вот такого плана, вопросов много. отбор в этом году был строже, чем раньше, потому что, я слышала, что говорили, что многие, кто в прошлом, кого брали в прошлом году, в этом году, не прошли отбор. И, вроде бы, изначально была площадь запланирована больше, то есть, еще, по краям там еще один или дворяда должно было быть, но их не было. То есть, они, сократили, можно так сказать, но сделали более строгий отбор. Ну, отбор, как бы, как и обычно, осенью, open call они вывешивают и отправляешь на рассмотрение портфолио свое, с работами, со своей деятельностью, все это, заполняется заявка, отправляется, а там они уже рассматривают и через какое-то время дают ответ. Ответ они, кстати, присылают на почту, да или нет. Вот, поэтому тут... А вообще, у вот этой ярмарки, у нее бывает какая-то тематика ежегодная, то есть, такая, которая обобщает всю ярмарку, либо нет? То есть, просто... современное искусство. Современное искусство. Там нет академических работ, нет чего-то такого несформированного, то есть, должен быть определенный сформированный стиль художника, должен быть определенная тематика современной, именно подходящая Под современное искусство. Это может быть какая-то специальная серия, созданная именно под саму ярмарку, под вот это вот участие. Достаточно много работ в любом случае, которые отправляешь и предоставляешь на обзор кураторам. Если не попадает под рамки современного искусства, то естественно будет отказ. Ну и даже все равно они довольно-таки тщательно очень просматриваются, тщательно отбирают участников. То есть они смотрят на серьезность самого художника и на сформированность его какого-то стиля, какого-то смысла в работах. Ну и правильно составлены документы, которые тоже вот это все подчеркивают и рассказывают про самого художника. Это все тоже как бы показатель, комплекс. Ну я еще хочу сказать про одну художницу. Она тоже участвовала по приглашению Нитаврида, там какой-то был другой фонд. Ну что-то вроде типа от правительства Москвы в поддержку там современного искусства, что-то такое вот было. Вот. И тоже она как бы участвовала, она не платила за стенд. Это я говорю к тому, что в таких мероприятиях можно участвовать, не всегда нужно платить, да. Но опять же вот все те, кто, так скажем, участвовали бесплатно, это активные художники, которые подаются на open call и понимают, что 90% случаев ты получаешь отказы, да, потому что там что-то не так, что-то не подходит, тематика не та. Но очень часто выстреливают вот такие вот проекты, достаточно серьезные, потому что я была на неделе дизайнера, и там все стенды были предоставлены как бы от правительства Москвы. То есть это было бесплатно для участников, нужно было просто в нужный момент, в нужное время подать заявку. И опять же вот все те, кого я там знала, это как раз-таки те, которые такие open call, open call, open call, да, то есть это, так скажем, заслуженные как бы возможности, то есть они всегда попадают в заявки, то есть куда только можно, да. Да, важно исследовать, потому что если ты за этим не следишь, ты вовремя не увидишь возможности, вовремя не попадешь, не отправишь, не подготовишь документы, не отправишь. Ребята, если ты пачками отправляешь, тогда вот что-то из этой пачки, что-то выстрелит. Да, да, так и есть, так и есть. Может быть, кто сейчас у нас на эфире, я видела, кто-то поднимал руку, но было неудобно в тот момент. А поднимите руку, мы вас выведем, если у вас есть вопросы. Вот. Так, я сейчас по своему списку еще. Давай, да. Победу все, все лето. Ну, в целом, да, все. Ну, можно еще про цены тоже рассказать. Про цены. А, да, давай. Да, кстати, вот твои цены кто-то определял, либо ты их сама выставляла? Я сама выставляла, вот, ну, потому что у меня опыт уже небольшой есть, и в целом мои цены по рынку более-менее актуальны были. Хотя, вот, несколько человек даже, ну, там, с Тавридой тоже они общались, вот, и они мне даже сказали, что, ну, да, картина можно было даже и побольше. Она даже была, она даже побольше. Столько, сколько ты оставила? Какой размер и какая цена? Картина 120 на 85, вот моя, которая дверь подсознания. Самая популярная? Самая, да. Ну, она как раз и большая там была. Сто тысяч она стояла. Они на нее сказали, что, ну, даже можно и побольше. Ну, в цену, так, судяки, как бы, твое мнение, что, ну, вот. Вот, я не занижала цены, поэтому, как бы, считаю, что вполне актуальные цены даже, может быть, выше можно было даже ставить, собственно, как они тоже, ну, и они тоже сказали, ну, такое свое мнение, вот. Вот, но несколько художниц тоже, вот, которые, может, они здесь тоже в чате были, тоже, кто участвовал, мне кажется, у них совсем, конечно, были занижены, вот, они когда в другом чате тоже переписывались, упоминали, и им сказали, что, ну, нужно либо единичку спереди приписать, либо нолик сзади, вот. Я, как бы, с этим согласилась, я с этим согласилась, абсолютно согласна, потому что это очень заниженная цена, и в маркетинге тоже есть такое понятие, как нужно повышать цену, пока не начнут покупать. То есть, когда ты попадаешь вот в этот вот разрыв, когда одним, одному сегменту дорого становится, а следующему сегменту это дешево, то у тебя ни те, ни те не покупают. И нужно, получается, увеличивать, пока ты не попадешь как раз в тот высший сегмент, для которого станет ценник нормальным. Вот у меня, кстати, есть тоже мысль, что я могу в этот разрыв попасть сейчас, попадать именно на, но в целом по Москве, мне кажется, такая... Звук пропал. Дизайнеры тоже говорили, что, ну, как бы, нормальный ценник тоже, потому что общались, ну, посмотрим, как бы, по поводу области, и как они там... Но они еще дойдут, они дойдут, потому что дизайнеры... Да, это не быстро, это может быть... Да, два-три месяца, а не вам. Даже через полгода, как там тоже с девушкой-организатором, она все время возле нас была, потому что мы получились таким центром между ставрительскими стендами, то есть, и можно было в разные стороны их как раз увидеть. Если кому-то что-то нужно было, можно было моих мужчин, и ей удобно было в разные стороны их бегать, потому что они раскиданы были. Вот, и она очень много времени с нами тоже сидела, мы общались. Вообще, как бы, по-то вреде, могу сказать, очень приятные там люди по коммуникации, по общению, по сотрудничеству, все очень прям классно. Вот. К чему я начала, я забыла. Мы с тобой говорили про темы, что не стоит попадать в разрыв. А, по сотрудничеству, вот она говорит, что это такая тема, что, говорит, может, через полгода, допустим, прилететь какое-нибудь предложение там или заказ, говорит, на миллион, на два миллиона, скажешь, ну, просто придет и скажет там, наберет, ну, как бы, нам надо вот это, вот это. Да, 20 картин оформить дом. Да, да, поэтому, как бы, тут это тоже нужно понимать, что это такая работа в долгую, как бы, прямо сейчас лично у меня картины не продались, но, ну, я рассчитываю на дальнейшую отдачу, на дальнейшие какие-то плюсики, которые прилетят обратно. Вот, ну, еще такой нюанс, при участии в таком мероприятии нужно готовиться, что не все люди доброжелательные бывают. Ну, это как публичность, да, то есть это надо принять. Да, поэтому, ну, не скажу, что много народу было таких какашечек с глазками, но были, вот, поэтому, как бы, ну, никто это... Не отменял. Да, никто этого не отменял, мне стоит брать близко к сердцу и готовиться, ну, как бы, как опыт можно воспринимать, потому что были у меня, там, и подходили женщины, явно из какого-то союза художников. Ну, понятно, да. Они за полчаса не потратили. Они стояли рассуждать, что пицца... Да я это могу за полчаса нарисовать, думаю, ну, я-то здесь, а вы здесь. Вот, поэтому, как бы, вот, были тоже такие кровопийцы, которые меня все выматывали на эмоции, прям, ну, очень такие приятные, прям, а вот, а зачем картины нужные, ой, и что, вот я повешу дома, и что, я приду, буду смотреть на нее и думать, и там, после рабочего, тяжелого рабочего дня, а вот это вот там, и что, ну, так... Такое утрированное все это, в общем, они еще были в масках, ну, у меня... Ну, понятно, скрываешься. Да, ну, я их, кстати, я их на следующий день видела, они проходили мимо без масок, я их узнала. Так что я их видела. Да, всегда такие есть. Я до сих пор помню, со своей первой выставки, когда пришла женщина и сказала, ну, вы же понимаете, что мастерство художника можно увидеть по рукам, которые он рисует людей. А я помню, у меня тут самое начало, я что-то, палки там какие-то, ты понимаешь? Это вот так вот. Вот, они знают, куда что сказать, где уколоть, прям вот туда, куда надо. Вот. Ну, ты правильно сказала, я-то здесь, а вы там. Да, да, вот о чем речь. Вот, ты знаешь, вот еще был один дедочек тоже из союза художников, он там одним из, то есть там творческий союз художников, ТСХ ДПИ который, и там у них какие-то разные отделения есть. Вот он как руководитель одного из отделений, он там мне рассказывал много чего. Вот, ну, как бы абсолютно адекватный, он говорит, я могу, говорит, нарисовать реализм, я, говорит, ну, как бы мне это нормально, а абстракцию, говорит, вот такую, я не могу нарисовать. Какого бы у меня образования, там, опыт не было, потому что я рисую реализм, я вот это не могу нарисовать, говорит. И это, на самом деле, даже, ну, вполне актуально, потому что, ну, рисовать абстракции тоже нужно позволить себе, и тоже нужно научиться. Да, я согласна с тобой здесь полностью. Вот, поэтому, ну, как бы, такие люди там тоже находятся, которые могут что-то добротное сказать. Вот, ну, в любом случае, ну, как бы, если ты там на позитиве, и у тебя много, например, положительных отзывов, то вот эти вот единичные какие-то там, ну, незначительные. Да. Ну, ты знаешь, Рим, когда ты ведешь соцсети, а я думаю, там и так, как бы, такая школа уже проходится. Особенно, я рекомендую Ютуб. Вот, я прям хочу сделать несколько стринов с Ютуба, комментариев, да, каждый раз. Да, это просто у Жака, то есть они такое пишут, там уже нету имя пользователя, да, они там вообще раскрепощены, они могут написать все, что хотят. Вот, то есть, как бы. У меня тоже писали, что в Инстаграм тоже выкладывала там переписку с одной баржей. Угу, уже, да. Там вообще что-то пишут такое, это вообще. Это, мне кажется, знаешь, уровень какой-то популярности, что ли. Чем ты активнее, чем больше публикуешь, чем больше у тебя подписчиков, тем больше у тебя вот этого. Да, а это процентные соотношения. Ну, типа, из 100 всегда есть 10% типа хейтеров. Вот, и чем больше у тебя подписчиков, тем больше хейтеров. Ну, извините меня, вы что, хотели? Да, ну, правда, как бы, в переписке можно это все ставить на место, там, ну, как бы, это мой аккаунт, это здесь мои правила. И, ну, кому разрешено писать нормально, а вот такое вот можно, и, как бы, чтобы и другим, так сказать, неповадно было. И этого потом заблокировать, говорит, нафиг он нужен. Ну, да, и вот знаешь, что мне только хочется сказать? Что немножко, конечно, обидно, знаешь, вот, когда ты такой начинающий художник, что вот эти все академисты, ну, типа, такие бывалые, с опытом, да, они не поддерживают, хотя, в принципе, мне кажется, это их вот, ну, как бы, я не знаю, прямая задача, да, там, я не знаю, даже ко мне иногда кто-то обращается, да, из этих, так сказать, малолеток. Я всегда пытаюсь сказать, да, продолжай, да, ты найдешь, ты сможешь, да, то есть вот так вот. То есть у меня нет даже мыслей кого-то там что-то подзадеть, да, вот там, типа, как бы вот так вот. А у них, как бы, это, видимо, такая старая школа. Ну, это какая-то, не знаю, неудовлетворенность с собой, наверное, своими результатами по сравнению с кем-то другим. Какая-то ревность, наверное, тоже вот такая вот. Ну, это личностные проблемы, можно так сказать. Ну, да, да, да. Но просто, что так сложилось, что вот у многих художников именно получается вот так вот. Конечно, жалко, что на самом деле не поддерживается, наоборот, но с этим ничего не сделать, к сожалению. Это мы можем поменять уже на будущее поколение, так сказать, на уже те, кто младше нас, те, кто после нас, дать им пример, что может быть по-другому. Окей, Рим, тогда огромное спасибо, что ты нашла время, рассказала, потому что, мне кажется, для многих это такая прям очень классная информация. Я туда сама ездила специально, и то есть я каждый раз, как бы, когда посещаю такие, я тоже, как бы, стараюсь выпытать всю эту информацию. То есть, как бы, ну, мне кажется, ты открытый человек, не все открытые и готовы делиться. Типа, я тут заплатил столько денег, и я тебе взял все и раздавал. Нет, извини, я тебе расскажу, это мой личный секрет. Моя тайна, которую я унесу с тобой в могилу. Вот, поэтому тебе огромное спасибо. И, кстати, я решила ввести такую рубрику во все свои эфиры, так как я сейчас, ну, как бы, особо не провожу там каких-то, так скажем, продажных вебинаров и все остальное. Сегодня для всех тех, кто сейчас смотрел наш эфир и посчитал его полезным, мы оставим ссылку в канале, и вы можете сделать донат, да, то есть это по желанию. Вот, все те, кто слушал нас, если вам казался эфир полезным, и чтобы мы это продолжали, потому что мне хочется, как бы, приглашать и рассказывать больше, да, и находить для этого времени, вот, то вы можете сделать этот донат. Рим, расскажи, пожалуйста, у тебя же есть свой проект сейчас, да, то есть вот, потому что ты же развиваешься, ты не только в ArtRush участвуешь. Да, я сейчас создала свою программу пошаговую по поиску своего художественного стиля. Зная, зная, какие у людей, у художников проблемы с поиском своего стиля, ну, с тем, как определиться, что рисовать, на какую тему, в каком стиле, я вычленила вот эти вот шаги, пройдя по которым, можно уже определиться со своей темой, со своими смыслами, со своими сюжетами, чтобы писать описание картин гораздо проще. Кстати, вот на ArtRush пока, когда вот сто тысяч миллионов раз одно и то же по картинам рассказываешь, это вот прям откладывается, уже от зубов отлетает, вот, но для того, чтобы знать, что рассказывать, это нужно понимать, вот. И для этого у меня есть и мини-программа, которую может каждый взять и самостоятельно изучить, то есть там вся пошаговая система рассказана, ну, просто в таком сжатом формате для большей доступности, можно так сказать. И у меня есть именно программа наставничества, в которой я эту всю информацию разжевываю детально с примерами, с домашними заданиями, с тщательной проработкой, чтобы прям вот это вот все вытянуть и все вот эти вот смыслы и идеи достать из головы художника. Да, 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 и подсказать ему, потому что со стороны, ну, плюс с опытной стороны, я бы сказала, важно, чтобы опыт был, с опытной стороны подсказать и показать, в каком направлении это может развиваться и какие смыслы это может нести, и как это соотносится с современным искусством, вот. И это уже такая более большая программа, индивидуальная работа, потому что, ну, результаты только лично могут быть, невозможно в какую-то это впихнуть. Вот, это личные онлайн-встречи с лекциями, с объяснениями, и где-то полтора-два месяца вся программа идет. То есть за полтора-два месяца можно найти свой стиль художественный, даже если это еще только начало пути. То есть зачем тратить многие годы, по 10 лет, по 20 лет, чтобы найти свой стиль, когда это можно сделать гораздо быстрее. У меня на это, я, получается, сколько, два года, но у меня уже год назад свой стиль рисования сформировался. А еще спустя полгода я уже поняла свои смыслы, свою тематику картины. И у меня уже все это собралось в такую кучку, которую я могу продвигать. И в дальнейшем все продвижение, все развитие художественного стиля, оно ведь не ограничивается. Вот все, вот нашел вот этот вот стиль, и все, и ты там рисуешь до конца своей смыслы. Он продолжается, он продолжается. Худольник, он же, он исследователь, и он продолжает развиваться. Ну, просто что, когда ты знаешь, как правильно дальше развивать свой стиль, и как это преподносить, и это гармонично все в дальнейшем, и новые материалы пробуешь, и новые медиумы, все. Это не ограничивается даже только живописью. Ты можешь и в дальнейшем пойти в скульптуру, и в инсталляцию, и все. Но это просто все завязывается изначально на вот этом понимании, которое нужно сначала развить, и нужно увидеть. И вот об этом, обо всем я уже прям подробно рассказываю больше на наставничестве, потому что в мини-программе там именно вся выжимка информации, что входит в стиль и с каких шагов он формируется. А на наставничестве я уже подробно разжевываю, и непосредственно по индивидуальной схеме могу рассказать, как это все в дальнейшем можно преобразовывать, и как это в дальнейшем развивается. То есть мини-программа, она полностью самостоятельная, хотя там я включаю получасовую тоже вот такую видео-лекцию с ответами на вопросы. А наставничество – это уже именно личная работа. Ну, я тебе скажу, что я более чем уверена, что у тебя классная программа, потому что у тебя опыт работы с художниками. Ты у нас была куратором очень долгое время, и ты как бы такой, я сказала, самый любимый куратор. То есть действительно в самом начале у нас все художники, да, у всех была проблема номер один. Я пишу в пяти стилях, что мне делать. Я думаю, что вот этот продукт, он у тебя родился именно как бы из понимания этой проблемы. Ну, то есть как бы это... Вот 80% все начинают, что «А у меня все разное». Да, что мне делать. Да, что мне делать, что мне делать. А вот чтобы вот это вот решить, да, вот это вот весь такой вот класс, конечно, все это. И, конечно, ну, подобных программ я просто пыталась найти, что-то, может быть, у кого-то есть, но прям именно чтобы вот в таком формате я что-то не нашла. Ну, есть, да, кураторы, искусствоведы вроде как, они что-то в плане, мне кажется, больше именно такого развития, когда у них... На слабого. На продажу уже, как на продвижение. То есть они тебе подсказывают, как это упаковать, то, что у тебя есть, но они не работают с глубинной мотивацией самого художника, а идет все изнутри, потому что сейчас-то можно это, например, упаковать что-то, а там прошел год, ну, мне уже надоедно. Я хочу что-нибудь другое. Но суть в том, что если проработать вот эту вот глубину, вот это вот все распознать, вытянуть все это и понять, то это будет дальше эволюционировать, и оно будет эволюционировать не в том плане, что мне там через год совсем все другое захотелось рисовать. То есть это будет по-другому развиваться в рамках самого стиля художника и в рамках его интересов. Вот, поэтому тут такая, как художник, он исследователь, как научная деятельность такая вот. Ну, так и есть, да, так и есть. Окей. Так, ну, тогда завершаем. Римма, спасибо тебе еще раз. Вот, я твою программу мы настоятельно рекомендую, потому что я знаю, что ты очень ответственный, и всегда, как я люблю говорить, у нас в нашей команде всегда люди всегда превосходили ожидания. Вот, ты один из них. Вот, именно на основании этого я могу сказать, что, скорее всего, твоя программа, она очень крутая. Вот, мне это, на самом деле, самой стало интересно. Вот, ребята, всем классных выходных, желаю, и, возможно, увидимся на следующей Арт Раша. Обязательно. Уждем классных выходных. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok